Продолжаем. Двигаемся дальше. Вторым типом функционалов в Лиспе являются так называемые отображающие функционалы. Почему их так называют? Потому что они применяют функциональный аргумент к списку или к его части и возвращают при этом новый список. Если применяющий функционал просто выполняет однократное применение своего аргумента к списку, получает, скажем, сумму элементов списка или произведения или что-то еще, то отображающий функционал применяет свой аргумент к элементам списка и получает новый список. Но можно сказать, что он отображает исходный список на какой-то результирующий. В результирующем списке может быть и меньше элементов, может быть и больше элементов. Это уже зависит от самого функционального действия. Но то, что из одного списка получается другой, так бывает всегда. Вот простейший и очень часто применяемый в Лиспе отображающий функционал – это MapCar. Он принимает два аргумента. Первый аргумент должен быть функциональным, то есть это либо лямбда-выражение, либо имя функции. А второй аргумент – это совершенно произвольный список. И MapCar работает так. Он применяет свой функциональный аргумент к первому элементу списка и результат делает первым элементом результата. Потом он аргумент применяет ко второму элементу списка, делает результат вторым элементом. И так доходит до конца. В результате из одного списка получается другой список с точно таким же количеством элементов. При процессе работы MapCar количество элементов результирующего списка всегда равно количеству элементов исходного. Поэтому если мы будем использовать MapCar, то вот ту задачу, которую мы с вами решали – возведение элементов в квадрат, в куб, она оказывается уже решённая. Просто вместо нашей функции, которую мы там обозначили – AQ, мы можем смело применять MapCar. Он, собственно, для этого и придуман. Поэтому вот правильные примеры вызова MapCar. Применяем функциональный аргумент в возведении в квадрат, получаем квадраты, применяем кубы, в возведении в куб, получаем кубы и так далее. Второй, тоже важный, но более редко используемый отображающий функционал, называется MapList. Он, в отличие от MapCar, применяет свой аргумент сначала ко всему списку, а потом к хвосту списка. То есть, если MapCar отбирает по одному элементу и применяет к отобранным элементам свой аргумент, то MapList применяет свой аргумент к остаткам – к хвосту списка, к хвосту хвоста и так далее. Результаты тоже объединяются в список. Значит, естественно, что функциональный аргумент в функции MapList должен уметь обрабатывать списки, потому что он всегда будет применяться к списку. Вот пример вызова MapList. Смотрите сюда. Посмотрите на результат и давайте осмыслим, почему результат именно такой. Первое. В качестве тела лямбда-выражения у нас стоит вызов Apply звездочка х. То есть, из прошлого шага вы помните, что Apply х – это есть не что иное, как вычисление произведения всех элементов х. Поэтому первый раз будет вычислено произведение всех чисел от 1 до 6 – это 720. Второй раз будет вычислено произведение всех чисел от 2 до 6 – это тоже 720. Потом от 3 до 6 – это уже 360. Потом 120, 60 и 6. Вот почему такой странный результат. Почему сначала 722 раза, а потом начинается убывание. Вот как работает MapList. Кстати, MapList написан на лиспе, и MapList можно протрассировать. Можно включить трассировку и посмотреть, как он работает. И будет видно, как вот этот функциональный аргумент применяется последовательно к одному списку, к другому, к третьему, и как получается результат. То есть, в принципе, если вы работаете, ну скажем, в HomeList, это совсем просто. Вот отладочные и профилировочные средства полного CommonList, они очень величественны, тяжелы, в них трудно бывает разобраться. Все усугубляется тем, что там вся диагностика на английском, и она не всегда еще разумительна. Но смею надеяться, что в HomeList все гораздо проще. Так что вы можете пользоваться. На самом-то деле, MapList – это более общая функция, чем MapCar. MapCar на каждом витке внутреннего цикла получает доступ только к голове списка, а MapList получает доступ ко всему списку. Поэтому MapCar – более универсальная функция. И MapCar можно выразить через MapList. Запомните этот факт. Обратное вряд ли получится. То есть, из MapCar вы MapList не сделаете. А вот из MapList – MapCar легко. Ну, сравнительно легко. Вот другие стандартные отображающие функционалы. Remove if – удаление из списка по соблюдению условия. Ну, вот как раз домашняя задача была у нас какая? Сегодня мы ее решали в первом шаге. Было удалить отрицательные числа. Но для этого, оказывается, есть стандартный способ. Нужно просто задать, правильно вызвать функционал remove if. Можно удалять по нарушению условия. Это будет remove if not. Есть удобный функционал every. Он проверяет, является ли предикат истинным для всех элементов списка. Ну, например, вот мы сейчас будем проверять, можно ли, состоит ли список только из четных или только из нечетных. И есть еще очень мощный универсальный функционал, который называется свертка. Он в разных функциональных языках обязательно присутствует. В Lisp он называется reduce. В Python, кстати, тоже. А, например, в языке Haskell он называется fold. Но в любом случае суть его одна и та же. Свертка. Ну, сверткой мы будем заниматься отдельно. Это тоже будет сегодня. Рассмотрим некоторые из этих функционалов чуть подробнее. Значит, как работает функционал every. Это отображающий функционал. Значит, первым аргументом его должен быть предикат, то есть логическая функция, которая вычисляется до t или n. А вторым аргументом является произвольный список. Значит, если условие задано предикатом, который истинный для каждого элемента списка, то предикат вернет t, иначе он вернет n. Вот, смотрите, есть функция отp, которая проверяет, является ли ее аргумент нечетным числом. Вот для единицы она возвращает t, для двойки она возвращает mil. Ну, и мы можем применить этот предикат с функционалом every, и в результате у нас получится mil. Ну, это, понимаете, это не совсем отображающий функционал, но он по духу к нему близок, потому что он применяет свой аргумент к каждому элементу списка. И работает до тех пор, пока список не будет просмотрен, либо не будет встречено нарушение условия. Вот функционал remove if, но вот это отображающий функционал в чистейшем виде. Он берет свой функциональный аргумент, первый, рассматривает его как предикат, и применяет последовательно к каждому элементу списка. Если элемент удовлетворяет, ну, для remove if, если он не удовлетворяет, то он попадает, если удовлетворяет, то он отбрасывается. Для remove if not наоборот. Значит, это отображающий функционал, как я говорю, они совершенно аналогичны в этом смысле mapcar, но mapcar всегда дает то же количество элементов, а remove if not и remove if могут дать и разное количество. Они не могут дать большее количество, потому что в любом случае фильтрация не может привести к увеличению количества, но они могут дать меньшее, вплоть до пустого списка. Если мы фильтруем по условию оставить только четные, а в списке одни нечетные числа, то результат у нас будет просто нил, пустой список. Вот вам элементарные примеры. Удаляем нечетные, остаются четные. А теперь оставляем нечетные, remove if not, остаются четные. А вот третий пример. Ну, если вы быстро соображаете, догадаетесь, что остаются только числа, кратные трем, у которых остаток отделения натрия равен нулю. Ну и, соответственно, вернее, не равен нулю, они кратные трем удаляются. Поэтому остаются все числа, которые на три без остатка не делятся. А вот тройка, шестерка и девятка уничтожаются. Ну, не попадают в результат, отбрасываются, лучше так сказать. У remove if и remove if not есть дополнительные ключевые параметры. Параметр count, он, можно задать, сколько элементов удалять. То есть, например, нужно удалить четные, но, допустим, первые шесть. А остальные оставить. В этом случае можно задать параметр count, и тогда функционал будет работать именно так. Он будет выполнять удаление, пока количество удаляемых меньше или равно n. Второй аргумент, from end, он может быть истинный или ложь. Если from end указано истинно, по умолчанию как раз ложь, то тогда удаление будет идти не от начала к концу, а от конца к началу. Иногда это бывает удобно. Вот пример. Мы опять удаляем кратные 3, но удаляем только одно первое, остальные оставляем. В результате тройка у нас ушла, а шестерка и девятка остались. Вот другой пример. Удаляем кратные 3 в количестве 1, но удаляем с конца. В результате тройка и шестерка остались, а девятка ушла. То есть, в принципе, это довольно гибкая функция, которая позволяет делать весьма занятные штуки. И вот мы теперь переходим к свёртке. Свертка – это очень мощное средство по работе со списками и универсальное. Вы убедитесь, что с помощью свёртки можно выполнять над списком, в общем, любые действия. Мапкар, там, скажем, remove if, every – всё это можно сделать с помощью свёртки, с помощью всего одной функции. Вот такие функции называются универсальными. Reduce – это универсальная функция. И мы потом с вами даже напишем решение, как выразить, например, мапкар через reduce. Но это будет в конце следующего шага. А как работает reduce? Что это, собственно, такое? Значит, у reduce тоже как минимум два аргумента. Ну, на самом деле, строго говоря, три. Первый аргумент функциональный. Второй аргумент – список. Функциональный аргумент – это функция, которая должна применяться к двум параметрам. К аккумулятору и к очередному элементу списка. Но при первом запуске она применяется к первым двум элементам списка. Может быть так, но это уже зависит от реализации. Потом результат вычисления функции на втором прохождении, когда берется второй элемент списка, то результат прежнего вычисления становится одним из аргументов вот этого своего функционального аргумента. А вторым аргументом является уже второй элемент. Результат подставляется в третье вычисление, он комбинируется с третьим элементом. Результат третьего вычисления подставляется в четвертый, комбинируется с четвертым и так далее. И результат последнего вычисления и есть результат свертки. Вот смотрите, как выглядят простые примеры. Если мы выполним свертку списка с помощью звездочки, мы получим произведение. Если мы выполним свертку списка с помощью функции «макс», то функция «макс» ищет максимум из двух аргументов, то мы получим просто максимум списка, в данном случае пятерку. Если мы выполним свертку списка с функцией «лист», то тогда мы сначала первые два элемента объединим в список, потом к ним приделываем вторым элементом третий список, и всё заключим в скобки и получится вот такая довольно странная луковичная структура. Если у нас есть группа списков, мы можем применить к этой группе списков функцию «аппенд», и она нам все списки, сколько бы их ни было, сольёт в один. Хотя это может сделать «аппенд» и напрямую, просто с использованием функции «апплай». Но это можно сделать и с помощью «редьюс». Кстати, руководство по Лиспу рекомендует использовать именно «редьюс», а не «апплай». У «редьюс» есть дополнительный параметр. Ну, там на самом деле их несколько, но я не хочу вас грузить уже более сложными материями. Но вот это знать полезно. «Initial value» – это первое значение, с которого начинается свёртка. Поэтому, например, если мы зададим начальное значение 5 и выполним свёртку с умножением, то сначала 5 умножится на 1, получится 5, потом 5 умножится на 2, получится 10, и 10 умножится на 3, получится 30. Ну, на самом деле, 1, 2, 3 – это 6, 5, 6 – 30. Ну, фактически мы накопили произведение элементов списка, ещё умножили его на начальное значение. Соответственно, если мы будем искать максимум вот такого списка, в котором только однозначные числа, а в качестве начального значения дадим 100, то у нас, естественно, 100 и будет в результате, потому что ни один элемент списка не превышает сотни. Вот. Значит, initial value. Вот ещё пример. Если мы зададим initial value какой-то начальный список B, E, G, а в качестве сворачивающей функции возьмём append, то тогда нам все одноэлементные списки будут приклеиваться к B, E, G в конец, и в результате у нас получится вот такой странный список из одних атомов B, E, G, 1, 2, 3, 4. Ну, кстати сказать, есть параметр и from end. Если его задать как истину, то тогда у нас тут получится ситуация вот такая. Вот этот B, E, G переместится в конец. Тогда сначала приделывается четвёрка, потом приделывается тройка как первый элемент, потом приделывается двойка как опять первый элемент. Фактически будет то же самое, только B, E, G станет в конец списка. Ну, и существует ещё много других стандартных функционалов, которые описаны в руководстве по полному коммунисту. Нам, в принципе, для того, чтобы понять и для того, чтобы, может быть, реализовать задачи мастерской, этого перечисленного, наверное, будет вполне достаточно. Сейчас мы давайте опять прервёмся, отдохнём немного и потом продолжим наши занятия. Субтитры создавал DimaTorzok